Ну что, начнем с презентации компании. Компания у нас называется Holding Life is Good, и она основана в 2014 году в Санкт-Петербурге. В компании есть два направления, очень серьезных для каждого человека. Это приобретение недвижимости и формирование собственного капитала. По формированию капитала будет информация чуть позже, ее будет другой специалист, Даваджана Базанова. Она, ну, после презентации по недвижимости будет рассказывать. Я, так как специалист по недвижимости, буду рассказывать свою любимую тему по недвижимости. Говорить мы будем, у Holding Life is Good есть направление, социальное направление, социально направленная программа, простое доступное решение жилищного вопроса. С помощью жилищного был создан жилищный кооператив 29 мая 2014 года. То есть на сегодняшний момент это направление уже работает, скоро будет 5 лет, и очень хорошие заняли позиции, очень много уже наслышано и очень хорошие результаты. В январе 2019 года было очень интересное известие от нашего руководства. С 1 февраля 2019 года мы предоставляем рассрочку под 0%. До этого у нас была рассрочка, предоставлялась 2-6%. Но вот с этого года прям такое замечательное глобальное событие, что компания уже подошла к такому моменту, что мы убрали все проценты за пользование рассрочки. Что за рассрочка будет дальше? Что же такое жилищный кооператив и на основании чего он действует? Жилищный кооператив – это признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. То есть здесь не идет речи ни о строительстве, ни о накоплении. Здесь речь идет непосредственно о конкретном приобретении недвижимости с помощью кооперации людей. Он является, такой способ приобретения недвижимости, очень, он давно есть на, как бы, сфере недвижимости. Просто в свое время, когда вводили ипотеку и когда вводили договора долевого участия, строительства, вот эти жилищные кооперативы и законодательства было немножко отодвинуто в сторону. Потому что, ну, там, свои были стратегические вопросы, решения. И в связи с этим жилищные кооперативы отошли в сторону. Но если мы спросим у своих родителей, у своих бабушек, дедушек, то данный способ приобретения недвижимости очень давно знаком в России и не только в России. На сегодняшний момент данным способом приобретения недвижимости пользуются многие европейские страны. Например, такая, как Германия. Там данный способ очень популярный. Там не используют ипотечные средства, а именно пользуются очень много жилищных кооперативов разных видов. И вот они используются как раз для приобретения недвижимости. По составу мы являемся некоммерческой организацией и созданной в форме потребительского кооператива и не ставим в свои цели извлечения прибыли. Вот такая вот у нас есть информация. По законодательной базе у нас можно сделать скриншот экрана и дальше уже более глубже разобраться с законодательством. Так как у нас основная статья, которая регулирует деятельность жилищных кооперативов, это жилищный кодекс, раздел 5. 188-й федеральный закон. Также статья 123.1, 123.2, Гражданский кодекс Российской Федерации. Это будет 99-й федеральный закон. Эти статьи можно почитать в интернете, можно узнать более подробно, но я прошу обратить внимание, не нужно смотреть другие статьи законов, вот как, например, заходишь в поисковик, забиваешь жилищный кооператив, и тебе выдают все, что нужно, все, что не нужно. Прошу обратить внимание, что мы не попадаем под регулирование 215-го федерального закона. Там речь идет о жилищно-накопительных кооперативах. Это совершенно другая законодательная база, там совершенно другие регуляторы, и там совершенно другое будет система приобретения недвижимости, и других, как бы, они используют, они накапливают средства и размещают свои средства в разные финансовые институты, они как раз попадают под контроль центральных банков, потому что своей деятельностью, они являются именно получением коммерческой выгоды. Давайте я отвлекусь по способам. На сегодняшний момент у нас существуют три способа приобретения недвижимости, три способа на рынке недвижимости существуют. Это приобретение квартиры за 100% наличных денег, это приобретение недвижимости с помощью ипотеки, и третий вариант, который работает, он работает от застройщиков по договору долевого участия, приобретается квартира в рассрочку. Вот я прошу не путать приобретение в рассрочку по нашей программе и приобретение в рассрочку от застройщиков. У застройщиков рассрочка действует только до окончания строительства. Редкие застройщики, которые дают еще плюс несколько месяцев, либо максимально это будет даже год, боюсь сказать, что даже такого нет, что после окончания строительства они еще продолжают давать рассрочку. Это прям очень разовые случаи, когда застройщик на это идет. В основном их интерес заложен в момент получения денег до окончания строительства. Они построили, сдали дом, получили все деньги с дольщиков и пошли дальше строить свои объекты недвижимости. Естественно, у них максимальная рассрочка на все строительство – это 3 года, потому что строительство у нас где-то 1,5-2 года плюс запуск дома. В общем, в целом у нас получается где-то 48-36 месяцев. Это по рассрочке от застройщика. Так, дальше. По законодательной базе понятно, то есть мы действуем строго по законам Российской Федерации. Никаких подпольных, непризнанных организаций, как я часто слышу на презентации, а какая-то подпольная организация. То есть здесь таких моментов нет. Здесь все четко по законодательной базе. Так, давайте я расскажу о том, какой же способ, какие условия должны выполняться для того, чтобы получить нашу рассрочку. Я даже так начала быстро-быстро рассказывать, и не сказала, в чем специфика, да, в чем отличительная черта нашего кооператива от других способов покупки недвижимости. Мы предоставляем рассрочку с максимальным сроком на 10 лет. С 1 февраля 2019 года эта рассрочка предоставляется под 0% годовых. Вот такой вот чудесный просто подарок. Я не знаю, как это все рассказать и как это все представить, чтобы вы понимали, насколько прекрасный вариант существует теперь на рынке недвижимости. Он восстановлен, он набирает свои обороты, он чудесно входит в нашу жизнь. И очень-очень многие клиенты, конечно, начинают видеть разницу между, например, ипотечным кредитованием и рассрочкой. И даже есть плюсы, когда люди видят, что можно не покупать за 100% своих денег, а использовать как раз вот такой вот способ рассрочки на покупку недвижимости. Оставшуюся часть денег размещать в других финансовых инструментах. Это может быть депозит в банке. Плюс к этому еще получать денежные средства. То есть не отдавать все свои денежные средства за приобретенную квартиру, как в случае с ипотекой. А здесь еще получать доход. И консультанты вам могут даже рассказать о том, как квартиру можно купить за 1 треть от рыночной стоимости. Вот эти платежи, которые будут погашаться, можно использовать, размещать денежные средства в других финансовых инструментах, там получать процент. И с помощью вот этих процентов погашать платежи в жилищном кооперативе. Потому что платежи по жилищному кооперативу очень доступны для, ну, практически для любого гражданина Российской Федерации. Сами понимаете, что нет переплаты, поэтому платежи очень доступны. Так, что нужно для того, чтобы получить все-таки такую рассрочку? Первоначальным нашим действием это необходимо изучить все документы, ознакомиться с законодательством, изучить все договора, которые предоставляет жилищный кооператив. После этого, если вас все устраивает, вы убрали все сомнения, свои страхи, проговорили с консультантом, получили отзывы. После этого вы пишете заявление о вступлении в жилищный кооператив. То есть вы пишете заявление о том, что вы согласны стать пайщиком жилищного кооператива. После этого у нас оплачивается вступительный взнос. Вступительный взнос оплачивается один раз. Он будет зависеть от стоимости объекта недвижимости. На сегодняшний момент он составляет либо 1020 евро, либо 2040 евро. Если объект недвижимости вы выбираете стоимостью до полутора миллионов рублей, то вступительный взнос у вас будет составлять 1020 евро. Если объект недвижимости будет приобретаться в размере от полутора до 20 миллионов рублей, то вступительный взнос будет составлять 2040. Если у кого-то был опыт приобретения недвижимости, либо продажи своих квартир, то вы прекрасно понимаете, что этот вступительный взнос можно приравнять к стоимости работы риэлтора. Буквально по Санкт-Петербургу, по Москве стоимость работы риэлтора составляет от 100, 150 и выше. В зависимости от объекта, от сложности объекта, от расположения объекта. То есть практически вот этот вступительный взнос, он составляет оплату услуги. Вопросы, если есть какие-то, задавайте. Буду проговаривать. Может быть, что-то я упустила, не сказала, побежала дальше. Вы меня останавливайте и возвращайте, если что-то непонятно. По Санкт-Петербургу и по Москве, Санкт-Петербург и Москва мы приобретаем объекты недвижимости до 20 миллионов. Если объект недвижимости будет приобретаться в другом регионе Российской Федерации, на сегодняшний момент у нас есть возможность приобретать в любой точке Российской Федерации объект недвижимости по вашему желанию. Если это не Москва и не Санкт-Петербург, то объекты недвижимости мы покупаем стоимостью только до 10 миллионов. Соответственно, ставка годовых у нас будет 0 на 10 лет. Первоначальный взнос минимальный будет составлять 35% или 50%. Также после того, как мы приобретаем объект недвижимости, мы оплачиваем кооператив членские взносы ежемесячные. Они будут составлять 2000 рублей либо 1000 рублей. Если объект покупался с первоначальным взносом 35%, я по материнскому капиталу чуть позже скажу, будут слайды у нас. Расскажу про материнский капитал, как мы его используем и по субсидиям. Если первоначальный взнос у нас составлял 35%, то членский взнос будет 2000 рублей. Если за объект недвижимости вы внесли первоначальный вступительный взнос от 50%, то членский взнос будет ежемесячный на протяжении 10 лет к платежам за квартиру плюс добавляем 1000 рублей. Срок, как сказала, до 10 лет, но есть возможность досрочного погашения. То есть не обязательно растягивать срок на 10 лет. Есть возможность погашать раньше, оплачиваем больше, соответственно, срок сокращается. Из пакета документов что необходимо? Необходимо только паспорт. Ни документы по трудоустройству, ни трудовую, ни справки 2 НДФЛ, ни наличие кредитной истории, положительной либо отрицательной, для нас не имеет значения. Наличие гражданства также неважно. Мы покупаем объекты недвижимости для нерезидентов Российской Федерации. Возраст по законам Российской Федерации в покупке недвижимости может составлять по 16 лет и без ограничений, потому что полностью действует право наследования. Без ограничений у нас есть переход право наследования. Платежи, в отличие от ипотечных, у нас фиксированные. В банках платежи аннуитентные. В чем разница, чуть позже тоже расскажу. И возврат средств. Как сказал наш президент, у нас только два варианта с деньгами. Либо мы покупаем квартиру, либо мы возвращаем денежные средства. Третьего варианта у нас нет. То есть, как вы поняли, возврат средств у нас возможен на любом этапе. Здесь понятно, что по средствам, что все денежные средства возвращаются. По юристам, вот Иванов, есть еще оплата 60 тысяч рублей при сделке юристам. Когда мы выбираем объект недвижимости, мы передаем этот объект недвижимости по списку документов. Во-первых, нам юристы предоставляют список документов, которые мы должны предоставить на этот объект недвижимости, выбранный уже. И передать юристам. И когда будет заключаться сделка, мы оплачиваем стоимость услуг нашим юристам 60 тысяч рублей. Это как дополнительные платежи. Пример приобретения ипотеки и жилищный кооператив. Давайте сравним, что у нас будет по ипотеке и что у нас будет по жилищному кооперативу. Возьмем за пример объект стоимостью квартиры 3 миллиона рублей и рассмотрим прям по пунктам подробно. Процентная ставка. По ипотеке на сегодняшний момент 10% берем среднюю. Где-то это будет поменьше, где-то это будет побольше. С 1 января у нас пошли, даже в прошлом году все банки начали поднимать процентную ставку. И на сегодняшний момент она уже где-то подходит к 11. Поэтому 10 это еще очень хорошо. Первоначальный взнос от 3 миллионов у нас будет составлять 1 миллион 50 тысяч. Но прибавляем к первоначальному взносу 35%. Вот этот первоначальный вступительный разовый взнос, который составляет 2040 евро. На сегодня это где-то плюс-минус 150 тысяч. Прибавляем сюда и у нас первоначальный взнос. Берем одинаковый 1 миллион 200 по ипотеке и 1 миллион 200 по жилищному кооперативу. Ежемесячный платеж. Срок одинаковый. Берем по ипотеке 10 лет и по кооперативу тоже 10 лет. Смотрим платежи. По банку у нас получается 23 787, по кооперативу 18 250. То есть уже ниже, уже более доступней. По переплате. В банк мы переплачиваем 1 миллион 54 тысячи. В кооператив у нас переплата будет общая за квартиру 460 тысяч рублей. Здесь очень внимательно, так как вот эти из 460 тысяч у нас 240 тысяч будет размазано на 10 лет, по 2 тысячи. То есть у нас, ну, как бы не ощущается вот эта переплата. Сразу мы не достаем из кармана 460 тысяч, не выкладываем. Все это у нас проходит на протяжении 10 лет. Что нужно сделать, если уменьшить, например, ежемесячный платеж по ипотеке? Для того, чтобы его уменьшить, нам нужно будет увеличить срок ипотеки, растянуть его на 20 либо на 25 лет. Тогда ежемесячный платеж будет уменьшен. Но к этому у нас возрастет переплата. Что нужно сделать, например, если мы хотим уменьшить вот эту переплату по жилищному кооперативу? У нас может быть следующая ситуация. Например, мы планируем, что у нас через год мы продадим свой объект недвижимости, хотим улучшить нашу квартиру и хотим купить в новом районе, либо в другом городе. Планируется переезд. Мы понимаем о том, что, ну да, к вопросу решения жилищного вопроса мы хотим вернуться через год. Мы год можем платить в кооператив, вносить членские взносы в размере 10 тысяч рублей. Что мы получаем? Мы попадаем в программу создания первого взноса. Ежемесячно на счет кооператива мы перечисляем сумму не менее 10 тысяч рублей, оплачиваем первоначальный вступительный взнос и оплачиваем ежемесячный членский взнос – 2 тысячи рублей. Год мы это все проплатили, создали первый взнос. И через год мы вернулись к жилищному вопросу. Продаем свой объект недвижимости, у нас появляются денежные средства, и мы уже приступаем к выбору объекта недвижимости здесь, через кооператив. У нас получается экономия 120 тысяч, потому что мы год находились в программе накопления, соответственно, у нас снизился ежемесячный членский взнос с 2 тысяч на 1 тысячу. То есть мы сократили срок, сократили вот эту переплату с 460 до 340. Что мы получаем? У нас получается первоначальный взнос, например, по ипотеке также остается. Если мы по ипотеке будем увеличивать срок и уменьшать ежемесячный платеж, то у нас ситуация будет следующая. Первоначальный взнос так и остается 1 миллион 200. Ежемесячный платеж за счет увеличения срока сокращается. Он теперь будет 16 357. Срок 25, зато прошу обратить внимание, какая у нас будет переплата. 3 миллиона 107 тысяч. Если мы рассматриваем кооператив с учетом того, что мы создавали целый год первоначальный взнос, скажем так, копили еще дополнительно, плюс к тому, что продали свой объект недвижимости, у нас еще накопилась сумма в размере 120 тысяч рублей. Мы добавили 930 тысяч, например, продали квартиру, часть денег добавили. У нас ежемесячный платеж будет составлять 17 250 тысяч. Срок так и остается 10 лет. И переплата по объекту за рассрочку у нас будет составлять 340 тысяч рублей. Самый любимый вопрос. Откуда у жилищного кооператива деньги? У жилищного кооператива есть расчетный счет, который находится в ПАУ «Сбербанк». Этот расчетный счет целевой. Что значит целевой? Денежные средства с расчетного счета по целевому назначению могут использоваться только на приобретение объекта недвижимости. Ни на какие другие средства данные денежные средства не могут быть потрачены. Как формируется наш расчетный счет? У нас есть клиенты, которые приходят покупать объект недвижимости. Они вносят первоначальный взнос в размере 35% или 50% на покупку жилья. Эти денежные средства поступают на расчетный счет. Сюда не входят все дополнительные платежи, которые я до этого рассказывала. 2040 евро сюда не входят. И ежемесячные членские взносы по 2000 рублей сюда они не перечисляются. Это денежные средства, которые оплачиваются за предоставление рассрочки. Также сюда поступают ежемесячные взносы за приобретенное жилье. То есть те люди, которым уже был приобретен объект недвижимости, они за этот объект недвижимости расплачиваются. Соответственно, вот эти денежные средства также поступают на этот расчетный счет, который находится в Сбербанке. И когда мы пишем заявление о вступлении в жилищный кооператив, мы переходим в очередь ожидания своего объекта недвижимости. На сегодняшний момент очередь ожидания покупки объекта недвижимости составляет от 1 до 6 месяцев. В среднем где-то 4-5. Вот мы уже вышли на ту скорость, что мы объект недвижимости покупаем уже за 4. Вот один из последних случаев у нас был в январе, в конце января люди написали заявление о вступлении в жилищный кооператив. 5 апреля они уже получили свой объект недвижимости. То есть очередь на сегодняшний момент движется очень быстро. Это за счет того, что жилищный кооператив действительно уже настолько занял прочно свои позиции, уже, я почему в таком восхищении, потому что я разговариваю очень много с агентствами недвижимости, с риэлторами. И все уже знают, все уже что-то слышали, уже каким-то краем уха, либо не краем уха, уже кто-то хорошо знает эту программу. И он настолько уже как бы занял свои позиции, что такие твердые, что люди с удовольствием к нам приходят и приобретают объекты недвижимости, квартиры с помощью нас. Вот. И ежемесячные взносы в ожидании, когда находится человек в очереди, он оплачивает по его фон 10 тысяч рублей. Вот эти 10... Как привлекать риэлторов? Риэлторов привлекать... Это вы мне напишите, пожалуйста, в личном сообщении, мы с вами переговорим. Какой документ является основанием для пользования квартирой пайщиком? У нас заключается договор. Да, хорошо, Ларис, напишу. Так, у нас есть договор, который является основанием пользования квартирой. Так, дальше. Ежемесячные взносы в паевой фонд. Это я проговорила. Проговорила, да. Вот эти 10 тысяч, которые мы оплачиваем, когда находимся в очереди, они также поступают на расчетный счет и являются неотъемлемой частью тех денежных средств, которые идут на приобретение недвижимости. Да, зря я сказала, чтобы задавали вопросы. Отвлекаюсь немножечко. Так, дальше. Статистика жилищного кооператива. Вот здесь у нас есть статистика. Мы можем сравнить на 26.01.2019 год и на 1.04.2019 года. Здесь не приведена очень интересная статистика. Я про нее сейчас вам скажу. Я делала анализ для своих клиентов. Я брала статистику на 1.01.2018 года и на 1.01.2019 года. У меня получилось, что увеличение клиентской базы нашей произошло за год на 120%. Такими результатами мало какие компании могут похвастаться. То есть это очень существенный прогресс для компании, да. Что такое увеличение доверия от клиентов, это еще раз подтверждает то, что мы действительно уже занимаем, охватываем большую территорию и занимаем очень хорошие позиции. Так как компания в любом случае молодая, 5 лет – это небольшой срок для компании, но даже вот для компании такого возраста это очень хороший приток, очень хороший показатель роста и дальнейшего, я надеюсь, благополучия. Так, ну вот давайте сравним, даже по этому году за 3 месяца мы можем увидеть, что на 600 человек было увеличение в очереди, было увеличение членов пайщиков жилищного кооператива. Очередь на первая, на четвертая составляет 412 человек. Соответственно, все, кто придет сюда, ну сейчас уже статистика немножко другая. Соответственно, все те клиенты, которые создают первый взнос, они как раз попадут, из колоночки создают первый взнос, они как раз попадут в очередь и будут 413, 414, 415. Вот, на сегодняшний момент у нас клиентов, которые создают первый взнос, 4196 человек, которые пришли, сказали, мы хотим купить квартиру с помощью жилищного кооператива, мы готовы создавать первоначальный взнос. Очень много людей, у кого нет первоначального взноса, конечно, 35%, но сумма как бы приличная. И, конечно, не у всех она есть в наличии, либо кто-то продает свою квартиру, либо кто-то понимает, что лучше я год буду копить, чем буду брать денежные средства в ипотеке, да, и переплатить еще одну квартиру. Поэтому клиенты с удовольствием встают в очередь и накапливают денежные средства. Более подробно можно будет узнать у своего консультанта, как более эффективно накапливать свои денежные средства для приобретения объекта недвижимости через жилищный кооператив. Есть еще у нас моменты, либо это будет финансовой частью у нас, либо можно будет вопросы задать уже своим консультантам, но они вам это расскажут более подробно. Не устали еще? Так, вот материнский капитал. Так как пенсионный фонд, то есть это еще одна галочка в наш плюс, что нам доверяет пенсионный фонд. Пенсионный фонд переводит материнский капитал в жилищный кооператив совершенно спокойно. Вот здесь мы можем посмотреть как раз схему, как можно использовать материнский капитал. Преимущества у нас какие, сразу скажу. Рассрочка будет на 8 лет под 0% годовых, переплата не более 24%. Минимальные затраты. Ну и платеж, соответственно, снижается 12 тысяч рублей. Квартира у нас... Так, ну давайте по порядку рассмотрим. Вступаем в жилищный кооператив. Пишем заявление, оплачиваем вступительный взнос. Квартира у нас, предположим, до 1,5 миллионов рублей. Какая-нибудь студия в Ленобласти, если мы говорим по Санкт-Петербургу. В регионе, я думаю, что это можно будет купить хорошую однокомнатную квартиру. Так, оплачиваем вступительный взнос на 1020 евро, так как объект у нас недвижимости до 1,5 миллионов рублей. Оплачиваем ежемесячный взнос 2 тысячи рублей и первый поевой взнос 10 тысяч рублей. Опять возвращаюсь и проговорю. 10 тысяч рублей у нас уходит непосредственно на расчетный счет в Центральном Сбербанке. Это как раз денежные средства, которые идут на покупку недвижимости. Пенсионный фонд. Пишем заявление. Пенсионный фонд перечисляет материнский капитал на счет жилищного кооператива. В регионах это, здесь вот пишем 2-3 месяца, но по факту перевод материнского капитала, ну максимальный срок в месяц. Есть моменты, когда и за 2 недели переводили материнский капитал. Так, пайщик переходит в очередь на покупку жилья. И с учетом материнского капитала, как 35% можно купить объект недвижимости до 1,5 миллиона рублей. Получается, мы объект недвижимости купили только с помощью материнского капитала. 453 тысячи. Но прошу обратить внимание, что рассрочка будет на 8 лет. То есть здесь рассрочка сокращается. Так, дальше. Квартира за 4 миллиона рублей. Вся та же схема. Вступаем в жилищный кооператив. Оплачиваем вступительный износ в размере 2040 евро. Так как объект недвижимости у нас уже более полутора миллионов рублей. Жилищный кооператив. Мы после этого переходим в очередь. Жилищный кооператив нам добавляет 65% стоимости объекта. Выкупается объект недвижимости за 4 миллиона рублей. Передается в пользование пайщику под 0% годовых. И пайщик живет в квартире с ежемесячным платежом 23 тысячи. Ну, где-то 24. Стоимость объекта 4 миллиона. У человека есть первоначальный взнос 1 миллион 400. Ежемесячный платеж 23 тысячи. Переплата так и будет составлять где-то 450 тысяч рублей. Итого общая переплата за 10 лет примерно 12%. Если мы рассмотрим объект недвижимости подороже, где-то около 20 миллионов рублей, то у нас переплата там будет составлять всего где-то 7%. Ну, по отношению к стоимости объекта недвижимости. Чем больше стоимость объекта недвижимости, соответственно, будет меньше переплата. Какие гарантии пайщика? Гарантии пайщика у нас следующие. Пайщик и все члены его семьи могут прописаться в жилое помещение. Если вдруг у нашего пайщика произошли какие-то серьезные финансовые сложности, это раз, либо срочно понадобилось поменять объект недвижимости, купить другой. Это два. Мы выходим из жилищного кооператива, пишем заявление о том, что мы больше не будем оплачивать эту квартиру. У нас либо финансовые трудности, либо мы меняем объект недвижимости. Все, на тот момент, все платежи, которые были выплачены за квартиру, с учетом первоначального взноса, все денежные средства возвращаются пайщику. Это, как и вернусь к тому, что говорил наш председатель жилищного кооператива, у нас два варианта. Либо наш пайщик покупает объект недвижимости, либо ему он получает свои денежные средства. Третьего у нас недавно. Заключается договор от счастлива в ЖК и договор найма. Долгосрочный договор найма, который по законодательству долгосрочный, это максимум на 5 лет, он регистрируется в управлении Федеральной регистрационной службе. После полной выплаты пая, право собственности на перемещение переходит к нанимателю, пайщику. Здесь прошу обратить внимание, что объект недвижимости приобретается на жилищный кооператив в собственности. Почему так происходит? Потому что все члены кооператива, почему вот вступление в кооператив? Потому что это добровольное, еще раз проговорю, добровольное объединение граждан. То есть мы все как бы заключили договор о добровольной кооперации, как бы взаимопомощи. Вот такой вот. Получается, объект недвижимости, как правильно тут сказать, чтобы... То есть никому не хочется попасть в такую ситуацию, что мы оформили объект недвижимости на человека, дали ему рассрочку на этот объект недвижимости, потом у него произошли какие-то не очень хорошие события, он не сможет оплачивать, он не может оплачивать рассрочку за квартиру, и у нас начинаются сложности, трудности с возвратом этих денежных средств, средств за квартиру, либо продажи принудительной квартиры. И, в общем, для того, чтобы вот эти все моменты избежать, объект недвижимости оформляется на жилищный кооператив. После того, как вы расплатились по рассрочке, объект недвижимости передается, переходит к нанимателю. Вот недавно как раз занималась этим вопросом и обращалась к юристам, которые занимаются... непосредственно к юристам, которые занимаются недвижимостью. И они совершили... С нашим договором я ходила к ним, и был у нас такой разговор. Я говорю, спрашиваю, есть... В законодательстве есть договор аренды с последующим выкупом по закону в рамках законов Российской Федерации. Действует такой договор. И наш вот этот договор найма, он, получается, соответствует вот этому договору найма. Не договору найма, договору аренды с последующим выкупом. Данные сделки проводятся. Они регламентируются полностью договором, всеми условиями, которые прописаны в договоре. Но они не выгодны для кого? Они не выгодны для продавца. Поэтому они используются очень редко. Но используются на такие объекты, которые можно трудно продать, которые неликвидные, объекты, которые очень дорогие. Вот на такие объекты действует как раз договор аренды с последующим выкупом. То есть об этом юристы знают. Они очень хорошо к нему относятся. И если для вас это будет понятней, вот эта вот схема, то она практически равнозначна. То есть договор найма, он будет практически равнозначен договору аренды с последующим выкупом. Единственное, что… Ну, здесь у нас шаблонный договор, а там все условия прописываются индивидуально. Какой первоначальный взнос оплачивает арендатор. Какие ежемесячные платежи будет оплачивать арендатор за аренду недвижимости. То есть это все проговаривается будет отдельно с продавцом объекта недвижимости. Так. И очень такой положительный момент у нас в нем учитывается инфляция. То есть фиксируется стоимость объекта недвижимости. Например, вот вы выбрали сегодня этот объект, эта квартира стоит 3 миллиона. Также она будет стоить 3 миллиона на протяжении 10 лет. То есть все платежи фиксируются. Составляется график платежей, что является неотъемлемой частью приложения к договору. Все платежи прописываются и не подлежат инфляционному увеличению. Так. Ну вот наш подтверждающий еще один документ, что мы являемся легальной организацией, действующей в рамках законов. Это сертификат, это свидетельство, полученное от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Так, очень много наград, очень много у нас дипломов, наград. Как председатель жилищного кооператива Роман Василенко получает. Также и жилищный кооператив. Вот недавно проходила церемония награждения, что мы являемся в номинации лучшим жилищным кооперативом. Мы получили такую награду. Так, давайте проговорим еще раз, как все-таки у нас приобретается объект недвижимости по шагам. Для того, чтобы получить данную рассрочку, необходимо написать заявление в жилищный кооператив о вступлении. То есть в этом заявлении будет прописано о том, что вы являетесь добровольным участником жилищного кооператива с целью приобретения квартиры. Оплачиваем вступительный членский взнос. Членский взнос, он разовый. Он будет зависеть от стоимости объекта недвижимости. Либо это 1020 евро, либо это 2040 евро. Дальше у нас оплачивается ежемесячный членский взнос. При первоначальном взносе за квартиру 35%, это будет 2000 рублей в месяц. При первоначальном вступительном взносе 50% за стоимость объекта недвижимости, это будет 1000 рублей. Дальше, пока мы находимся в очереди, то есть мы вот это вот все оплатили, мы попадаем в очередь. Здесь мы начинаем оплачивать поевой взнос в размере 10 тысяч рублей. Когда нам приобретается объект недвижимости, 10 тысяч, соответственно, уже не оплачивается, а оплачивается уже конкретная стоимость, рассчитанная за объект недвижимости. То есть 65% мы делим на 120 месяцев, плюсуем к этому либо 2000 рублей, либо 1000 рублей, и оплачиваем на протяжении 10 лет. Приобретение. Дальше приобретается объект недвижимости, и передается этот объект в пользование пайщику. Для инвесторов, если есть инвестора, которые сдают квартиры в аренду, либо планируют иметь пассивный доход таким способом, то дополнительно можно проговорить этот момент о том, что квартира будет передана в аренду, в дальнейшую аренду. На это кооператив очень хорошо идет, нет никаких ограничений, просто единственное, это нужно согласовать. Передается объект в пользование пайщику, прописываетесь вы, прописываются члены вашей семьи, проживаете, оплачиваете. Согласно графику с фиксированными платежами на протяжении 10 лет, после выплаты наступает передача права собственности на объект. И у вас собственная квартира. Преимущества. Выгодные условия, но мне кажется, здесь все согласятся. Я вот даже хотела, быстренько расскажу историю, я покупала в 2008 году у себя машину. Хорошо, я покупала маленькую машину, маленькой стоимостью. Я примерно, ну все эти истории знаю, просто вот обращу, сакцентирую небольшое внимание на это. Вот моя машина стоила там 250 тысяч рублей. Я банк заплатила ровно 250 тысяч рублей. Причем у меня машина, получается вот за это время, да, за 5 лет, она уже, конечно, таких денег стоить не будет. То есть я ее не смогу продать за 500 тысяч рублей, потому что изначально я ее покупала за 250 тысяч, а еще в минус амортизации, естественно, я ее продать за такие денежные средства не могу. Вот плохо мне в тот момент никто не подсказал, что можно накопить, сохранить, приумножить и разные другие ситуации, как можно было бы выйти из этой ситуации. Честно, мне было настолько жалко платить вот эти денежные средства. Но другого выбора не было, ситуации не было. Вот на сегодняшний момент есть такая возможность использовать такую выгодную программу для покупки недвижимости. Потому что на сегодняшний момент вы в ипотеку покупаете за 3 миллиона рублей квартиру. Вот я когда со своими клиентами разговаривала, говорю, вы, вот конечная стоимость вашей квартиры какая будет? Никто из клиентов, которые покупают квартиру в ипотеку, не задумывается о том, что конечная стоимость квартиры, будет намного выше. И продадут они этот объект недвижимый, ну, свою квартиру, потом через несколько лет за эту стоимость? Или все-таки эти денежные средства можно было как-то по-другому использовать? Вот, никто, ни один клиент об этом не подумал и не сказал мне о том, что действительно. Хотя, ну, как бы квартира, конечно, не такую амортизацию имеет, как автомобиль, но тем не менее, видя, что сегодня строят, вот, и оно, конечно, не идет ни в какое сравнение уже с тем жильем, которое было построено несколько лет назад. Так, для Санкт-Петербурга мы, жилищный кооператив, также используют субсидию. Здесь не прописано, но я проговорю. Когда клиент, когда вы получаете субсидию, у вас в памятке прописано, можно использовать жилищный кооператив. Пожалуйста, если это в памятке прописано, то прямой дорогой к нам. Фиксированные платежи, конфиденциальность информации, минимальные требования получения рассрочки только по паспорту. Деятельность у нас строго в рамках законов Российской Федерации и доступность для людей со средним достатком. Вообще, вот здесь бы я сделала акцент, здесь доступность для людей не только со средним достатком. Здесь очень интересна программа и для крупных инвесторов. И для... То есть на сегодняшний момент холдинг предоставляет такие условия и накопления, и покупку, что могут обращаться клиенты разного уровня достатка. Все, да, уже время. И возможность использования материнского капитала и субсидий. Так, ну все, дальше у нас идет финансовый продукт. Вопросы есть ко мне? Быстренько, 5 минут, 10, могу ответить. Вопросов пока нет. Хорошо, вы пока думайте, возможно, в конце... А, мой контакт, да. Пожалуйста. А куда написать, Лариса, куда вам отправить мой контакт? Давайте, да. Ой, почему не пишет. Так, у меня не пишет. Можно сюда. Мы не даем. Ага, Лариса, я запишу и позвоню вам. Хорошо? И мне тоже. Так, я благодарю вас за то, что вы пришли послушать нашу информацию. Я думаю, что вы примете действительно правильное решение и будете довольны своими результатами. Так, ну все. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...